Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации в том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора это автомобиль, который так или иначе, скорее всего, попадет в перечень рассматриваемых покупки моделей, если вы смотрите легковой седан, хэтчбек либо универсал в определенный бюджет и вам при этом нужен относительно свежий год, современный интерьер и условно-автоматическая коробка передач. Этот автомобиль на российской вторичке представлен в достаточно больших количествах, а вот о том, что лучше знать перед тем, как купить подобную машину, мы сегодня и поговорим. Форд Фокус. Третье поколение. Третье поколение Форд Фокус выпускалось с 2010 по 2019 год. Целых 9 лет провела эта модель на конвейере, а по нынешним меркам это ого-го какой долгий срок. Эта машина прошла через рестайлинг в 2014-2015 годах. Подправили внешность, подправили и линейку агрегатов под капотом. На российском рынке эти Форды могли иметь бензиновые, либо крайне редко встречающиеся дизельные двигатели. Бензиновые моторы здесь были объемом 1,6 литра, 2 литра и 1,5 литра с турбона дуо, но это уже на рестайлинговых автомобилях. Коробок передач на Форды предлагалось целых 5 вариантов, правда в данном случае можно сказать это был выбор без выбора, поскольку выбрать при покупке автомобиля с определенным мотором вы могли только между механикой и коробкой с двумя педалями. Почему не говорим автоматическое, об этом чуть дальше. Наш сегодняшний экземпляр это автомобиль дорестайлинговый 2013 года выпуска. Машина имеет под капотом атмосферный двигатель объемом 1,6 литра в варианте форсировки на 105 лошадиных сил и роботизированную коробку передач. Привод естественно передний, другого на этих автомобилях и не предлагалось. И по традиции в начале обзора мы поговорим про кузов автомобиля, про то насколько хорошо он окрашен, каким слоем, а также тому насколько хорошо он сопротивляется нашим дорожным реагентам. Ну и первый момент, если вы собираетесь выбирать себе Ford Focus вооружившись толщиномером, то вы можете слегка удивиться стандартной толщине лакокрасочного покрытия этих автомобилей. Если речь идет о белом цвете, что-нибудь типа белый металлик, то слой толщины лакокрасочного покрытия на этих автомобилях вполне может и зачастую превышает 200 микрон. И это заводская краска. Ford'ы окрашены бывают очень по-разному и у большинства из них заводской окрас скачет в пределах от 120-140 до 180-200 микрон по всему кузову. Поэтому, выбирая Focus, обращайте внимание на разброс показаний прибора по разным элементам. Если какой-то элемент из проверенных вами серьезно выбивается из общих цифр, из общей, так сказать, разницы между минимальным и максимальным значением, обращайте на него более пристальное внимание. При всем при этом, несмотря на толстый окрас, лакокрасочное покрытие на Focus достаточно быстро обрастает сколами и царапинами. Но это можно сказать про абсолютно любой, наверное, автомобиль в нынешних реалиях. А вот в том, что касается коррозии, Ford Focus смотрится молодцом, по большему счету. При осмотре этого автомобиля какую-либо ржавчину и налет вы можете, пожалуй, увидеть только при осмотре снизу, в задней части днища. Поэтому при осмотре машины в любом случае обращайте внимание на состояние днища кузова. Что касается внешних кузовных панелей, по большому счету у Ford Focus 3 они оцинкованы, поэтому даже открытые сколы до металла, как правило, не торопятся покрываться рыжим налетом. Так что по сравнению со своим предшественником Ford Focus 2-го поколения, 3-я генерация в этом плане благонадежна. Что касается каких-либо характерных кузовных болячек, если говорить именно о кузове на большинстве Ford, которые вы будете осматривать, скорее всего, эти косметические дефекты будут присутствовать. Все дело в креплении заднего бампера к кузову. Бампер играет на кочках и, хотя визуально это может быть и незаметно, со временем он начинает протирать краску в местах соприкасания самого бампера с кромками задних крыльев. На седанах и универсалах также бывает часто страдает по этой же причине нижняя кромка крышки багажника. Так что при осмотре подержанного автомобиля, имейте в виду, проблема такая на фокусах есть и сильно пугаться подобных моментов не стоит. Кузовым железом Подшипники скольжения на моторе печки имеют свойство достаточно нередко выходить из строя, что сопровождается для начала серьезным шумом при работе на больших скоростях, ну а затем и полной остановкой вентилятора, что естественно приведет к его замене. Также нередко на фокусах случались проблемы к бесключевому доступу, если такой системой ваша машина оборудована. Связано это с окислением контактов, как правило, со временем кнопки открывания-закрывания на наружных ручках могут также утратить работоспособность. Поэтому, если вы смотрите фокус у максималки, убедитесь, что все опции, какие в этой машине есть, работают исправно. В противном случае это неплохой повод поторговаться с продавцом. При осмотре третьего фокуса не лишним будет также проверить на исправность электрозамок крышки багажника. Все дело в не очень удачно проложенных жгутах электропроводки. На возрастных автомобилях они имеют свойство переламываться, после чего багажник у вас больше не открывается. В защиту Форда стоит сказать, что подобные дефекты встречаются и на многих других автомобилях других производителей. Например, Nissan Qashqai в кузове J10. Итак, теперь поговорим про подкапотное пространство Ford Focus 3 и про то, какие агрегаты это подкапотное пространство могли занимать. Если вы зададитесь целью найти поддержанный Ford Focus 3-го генерации на российском вторичном рынке, то, скорее всего, дизельные машины вы можете и вовсе не встретить, поскольку таких автомобилей продавалось достаточно мало. Поэтому дизельный двигатель мы оставим за рамками этого обзора. Скажем только, что в целом по дизельным меркам двигатель этот надежный, неплохой, но своя специфика в любом случае есть. Топливный насос высокого давления, форсунки и так далее никто не отменял. Как и чувствительность к качеству солярки. Большая часть фокусов на вторичном рынке будут, конечно, бензиновыми. Здесь мог быть двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 75-105, как в нашем случае, либо 125 лошадиных сил. Двухлитровый бензиновый агрегат мощностью 150 лошадиных сил. И на рестайлинговых машинах двухлитровый мотор заменил точно такой же мощности полуторалитровый двигатель с турбонаддулом, который также можно найти под капотом Ford Kuga. Экобуст, так называемый, по этим моторам 1,5 литра турбо, в общем-то, какой-либо негативной статистики не особо много. Двигатели получились в целом удачные, хотя и склонные быстро обрастать нагаром по части клапанов, например, и также требовательные к частоте топливные системы. Но, по большому счету, Kuga с этими двигателями ездит исправно, нормально и Ford Focus тоже. Тем более, что доля фокусов с такими моторами на вторичке достаточно небольшая. Ну, а теперь поговорим про самые распространенные варианты. В нашем случае это 1,6 литра 105 лошадей. Этот мотор достаточно простой по конструкции. Представляет он собой рядную четверку с алюминиевым блоком, здесь все достаточно традиционно. Привод ГРМ на моторе 1,6 литра ременный. И регламент замены этого ремня, который дает производитель, это где-то 120 тысяч километров пробега. Однако, мы настоятельно не рекомендуем доводить до подобных цифр. Особенно с учетом того, что на большинстве автомобилей ремень уже поменен, стоит, естественно, дубликатный. И какой ресурс способен пройти дубликат, мы, в общем, не знаем. Поэтому, если вы купили себе Focus с таким двигателем, то лучше менять ремень все же почаще. Хотя бы раз в 100 или даже, может быть, 80 тысяч километров пробега. Но, во всяком случае, за его состоянием лучше поглядывать. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, в данном случае, можно отметить разве что фазовращатель. Гидрокомпенсаторов этот двигатель не имеет, и зазоры клапанов нужно регулировать вручную. Регламента, как такового, нет, но на практике где-то 100-150 тысяч километров пробега. Вот в этом диапазоне мотор может попросить отрегулировать клапаны. Также к особенностям двигателя 1,6 можно отнести шумную работу, особенно на холодную. А где-то с пробега в 40-50 тысяч километров эти моторы начинают работать очень шумно. Это особенность поршневой в данном случае. И свою лепту сюда может внести также необходимость регулировать клапана. Однако, с подобным шумовым фоном эти агрегаты способны выходить под 350, а в некоторых случаях даже и больше, тысяч километров пробега. При условии, что вы будете следить за мотором, регулярно менять в нем масло раз в 7-8 тысяч километров пробега. Ну и, соответственно, смотреть, чтобы в исправном состоянии находились свечи, высоковольтные провода, модуль зажигания и т.д. Также необходимо посматривать за системой охлаждения. Когда вы меняете ремень ГРМ, лучше также заодно поменять насос системы охлаждения, чей ресурс немногим более чем 100-120 тысяч километров как раз таки. А к перегреву этот двигатель довольно чувствителен. Если отмечать какие-либо характерные места для, например, появления масляных течей по этому мотору, это сальники коленчатого вала, как передний, так и задний. Причем случается это где-то к пробегам около 100-120 тысяч километров, а далее они могут начать сопливить. Поэтому, если вы смотрите подобный автомобиль, обязательно гляньте на то, чтобы на стыке коробки передач и двигателя у вас не было никаких подтеков. Также к пробегу более 100 тысяч километров на этом двигателе, как правило, начинает сопливить масло по клапанной крышке. Но здесь нужно сделать одну ремарку. Если вы наблюдаете масляное загрязнение по правому заднему углу двигателя, то обязательно проверьте клапанную крышку на предмет целостности. Дело в том, что в таком случае одной заменой прокладки может и не обойтись. Клапанную крышку достаточно легко повредить при неправильной установке. И лопается она как раз по тому месту. Поэтому внимательно осмотрите саму крышку на предмет целостности. Новая клапанная крышка стоит где-то от 10 тысяч рублей. Но если повезет, найдете бэушную. Поэтому, дабы обезопасить себя от лишних расходов, сразу проконтролируйте этот момент. Также на моторе 1.6 может течь сам клапан фазорегулятора на выпускном валу. Этот момент также лучше не оставлять надолго без внимания. Ну вот, пожалуй, и все по мотору 1.6. Единственное, что можно добавить, это периодически встречающийся выход из строя реле регулятора напряжения на генераторе. В этом случае вы увидите ошибку по зарядке АКБ на бортовом компьютере. Но заряд на самих клеммах аккумулятора вполне может прослеживаться. В этом случае генератор, в принципе, можно относительно бюджетно починить. Забегая вперед, отметим, что усилитель рулевого управления на двигателях с мотором 1.6 гидравлический. Соответственно, и обычная гидравлическая рейка, которая каких-либо особых проблем не доставляет. Если она и начинает стучать, то, как правило, по причине износа втулки рейки, которую можно достаточно недорого заменить. Но глобальных проблем с системой гидроусилителя руля на этих автомобилях не встречается. Так что при всем том, что характер автомобиля, оснащенного мотором 1.6, достаточно флегматичный, не сказать, что он особо резкий на разгон, но при этом он потребляет не так уж много топлива и ездит долго. И, по большому счету, не подкидывает каких-либо дорогостоящих сюрпризов своему владельцу. Поэтому, если вы планируете использовать автомобиль в основном для перемещения из точки А в точку Б по городу и редко ездите по трассе, почему бы и нет? 1.6 это довольно рациональный выбор. Если 1.6 откровенно слабоват и вам хочется мотор побольше, на дорестайлинговом фокусе таковым будет агрегат объемом 2 литра. Это также алюминиевая рядная четверка, только уже с цепным приводом ГРМ. Сама цепь, кстати, на 2-литровых фокусах ходит порядка 200-250 тысяч километров пробега до замены, что по нынешним меркам достаточно много. Можно считать ее действительно надежной. Но из элементов, усложняющих конструкцию мотора, в данном случае, помимо фазовращателей, компания Ford применила на моторе непосредственный впрыск топлива, что означает наличие форсунок высокого давления, за частотой которых нужно следить и периодически их чистить, а также насос высокого давления, который, кроме всего прочего, может выходить из строя, как и на дизеле, разбавляя масло бензином. Это случается не так часто и далеко не каждый фокус от этой болячки страдает, но при покупке подобного автомобиля к диагностике двигателя следует подойти, скажем, более внимательно, что ли, по сравнению с мотором 1.6. По части каких-либо характерных течей масла, также после пробега в 100 тысяч километров на 2-литровом моторе, нужно смотреть за тем, чтобы не тек у вас сальник коленчатого вала, передний и задний. Также эти моторы могут подтекать маслом по прокладке клапанных крышек, и как на 1.6, так и на 2 литра нужно обязательно смотреть за частотой системы охлаждения, то есть за частотой радиаторов, периодически их чистить, промывать, и за исправностью термостата и помпы. Эти моменты позволят вашему 2-литровому двигателю проехать те же самые 300 тысяч километров пробега, на которые, собственно говоря, и рассчитывал изначально производитель агрегата. Если вы смотрите 2-литровый автомобиль, имейте в виду, что усилитель рулевого управления у такого фокуса электрический. Сама рейка, в принципе, также весьма надежна и не докучает какими-то особыми проблемами. В основном, если она начинает постукивать, в первую очередь, вследствие износа втулки. Но, тем не менее, имейте в виду, что такая рейка к ЭУРУ стоит значительно больших денег, чем классическая гидравлическая для версии с мотором 1.6. Если в случае осмотра понравившегося бушного экземпляра с электроусилителем вы увидите, что рейку придется ремонтировать или менять, это повод серьезно поторговаться с продавцом автомобиля. Также, какой бы двигатель 1.6 или 2 литра вы не предпочли, имейте в виду, топливный фильтр на Ford Focus отдельно не меняется. Он выполнен в сборе с модулем топливного насоса. Так что эти автомобили лучше заправлять на нормальных АЗС. Чтобы преждевременно не столкнуться с необходимостью, этот самый топливный фильтр вместе с еще живым насосом менять. Краткий промежуточный итог. По бензиновым двигателям, в принципе, у Focus все хорошо, так же, как и с кузовом. А вот теперь перейдем к самой интересной части разговора про эту машину. Поговорим про коробки передач. О коробках переключения передач на эти автомобили могло устанавливаться аж 5 разновидностей. Две механических, две роботизированных и одна полностью автоматическая. При этом полностью автоматическая гидромеханическая трансмиссия, которая носит фордовскую маркировку 6F35 и представляет собой шестиступку, устанавливалась на эту машину только после рестайлинга и только в сочетании с двигателем 1,5 литра с турбонаддулом на 150 лошадиных сил. Эта коробка, кстати, берет свое начало и свою родословную от печально известной GM-овской коробки 6T30-6T40. Но, к чести компании Ford, стоит сказать, что они обратили свое внимание на эту трансмиссию в тот период, когда она была уже порядком доведена до ума. И к моменту, когда эта трансмиссия получила фордовское наименование, была доработана и установлена на Ford Focus, она избавилась от практически всех своих детских болезней. Поэтому ресурс подобной трансмиссии на машине даже с турбомотором порядка 200 тысяч километров пробега. Если за ней следить и вовремя менять масло, а вовремя в данном случае это 40-45 тысяч километров пробега, то трансмиссия выходит даже больше. Почему по этой коробке так важно вовремя менять трансмиссионную жидкость? Да потому что, как большинство современных трансмиссий, 6F35 имеет привычку по любому поводу и без блокировать гидротрансформатор, что позволяет экономить топливо и сокращать потери в трансмиссии. Как следствие, блокировка гидротрансформатора и ее фрикционы имеют повышенный износ, и продукты этого самого износа как раз таки попадают в масло. Соответственно, если вы будете затягивать с заменой масла на подобной коробке, продукты износа будут накапливаться, со временем забивая маслоканалы в гидроблоке, что приведет впоследствии к закупорке каналов гидроблока и некорректной работе АКПП в целом. Так что придется коробку вскрывать, вытаскивать гидроблок, чистить либо менять клапана и, в общем, заниматься достаточно трудоемким и недешевым обслуживанием. Поэтому, если вам повезло купить полуторалитровый турбофокус на живом автомате, почаще меняйте в нем масло. Если же вы рассматриваете к покупке автомобиля с моторами 1.6 либо 2 литра атмосферники, то есть до рестайлинг, у вас на автомобиле будет установлена роботизированная трансмиссия. Ее наименование 610250. На дизельных фокусах также устанавливался робот, но он назывался по-другому 610450. Разница между роботом для бензинового и дизельного двигателя кроется в том, что на дизеле применены сцепления в так называемой масляной ванне. И ресурс подобной коробки до замены сцеплений может доходить до 200 тысяч километров пробега. В то время как на бензиновых автомобилях сцепления работают на сухую. По сути дела, эта трансмиссия представляет собой то же самое DSG. И обычно ее называют преселективный робот. То есть коробка, которая может обеспечивать предварительный выбор передач. При исправной трансмиссии на фокусе 1.6 либо 2 литра переключение происходит практически незаметно для водителя. И достаточно быстро. Подобная трансмиссия также имеет минимальные потери и позволяет экономить топливо. Ford Focus по сравнению с одноклассниками довольно экономичная и шустрая машина. Однако оборотной стороной является необходимость эту трансмиссию обслуживать. То есть менять сцепление просто потому, что подошел срок. По состоянию на 2021 год стоимость замены сцепления на подобной трансмиссии это что-то около 80 тысяч рублей. Где-то дороже, где-то может быть получится чуть сэкономить. Стоит отметить, что если ваш режим эксплуатации автомобиля в основном предполагает езду по трассе. И вы покупаете Ford Focus, где сцепление на небольшом относительно пробеге тому назад поменял предыдущий владелец. То скорее всего на пару-тройку лет вашей эксплуатации ресурса сцепления вам с лихвой хватит. Поскольку трассовый режим это тот самый желаемый режим для подобных автомобилей. Когда коробка не утруждает себя постоянными переключениями. Соответственно сцепление большей частью замкнуто и практически не изнашивается. Но если ваша стихия это городские пробки и вы постоянно буквально выезжая из двора встаете в пробку и допустим доехав на работу только из нее выезжаете. То имейте ввиду ресурс компонентов сцепления может значительно сократиться в некоторых случаях до 50-60 тысяч километров пробега. Ну а потом замена и все по новой. Поэтому если вы рассчитываете эксплуатировать подобную машину в основном в городе по пробкам, желательно выбрать вариант с механикой, либо вообще обратить внимание на какую-либо другую модель. Если вы покупаете Ford Focus на роботизированной трансмиссии, лучше конечно загнать его в профильный сервис на диагностику. Ну а при осмотре снизу обратите внимание, чтобы на стыке двигателя и коробки не было трансмиссионной жидкости. Если на этом автомобиле потечет цельник первичного вала, а сцепление замасляться, их ресурс может сократиться до неприятно удивительных малых значений. Что касается механических трансмиссий на Focus, обе эти коробки пятиступенчатые. Первая называется IB6 и она устанавливалась на машины с мотором 1,6 литра. По этой коробке можно сказать, что у нее слабоватый подшипник первичного вала. И были случаи даже на относительно новых автомобилях, когда этот подшипник рассыпался, соответственно коробка клинила. Но это не повально, не нужно думать, что абсолютно все Focus так или иначе сталкиваются с этой проблемой. Нет. А при покупке машины с такой трансмиссией необходимо, конечно, на ходу на тест-драйве послушать ее на предмет наличия посторонних шумов. Вернее отсутствия посторонних шумов. И убедиться, что у вас не бегут цельники приводов. На механиках у третьих Focus эти вещи случаются. Вторая трансмиссия, которая устанавливалась с двигателем 2 литра, называется MTX75. У нее уже никаких проблем с подшипниками и внутрянкой нет. Коробка достаточно прочная. Она бывает к большому пробегу, начинает подтекать массовым через уплотнение штока переключения передач. Ну а что касается механизма выбора передач, его регулировка может требоваться где-то раз в 7-9 лет эксплуатации. Также имейте в виду, что на механиках на третьем Focus выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром сцепления. То есть здесь гидровыжим. А соответственно меняется единым узлом. Ну а ресурс диска сцепления порядка 120-150 тысяч километров пробега в зависимости от режима эксплуатации автомобиля. Подытожим. Если вы выбираете бензиновый Focus на атмосферном моторе и вам в любом случае придется покупать его с DSG коробкой, обязательно не поскупитесь на диагностику в профильном сервисе, прокатитесь на автомобиле. Эта коробка не должна дергать, пинать и затягивать передачи. Ну а еще лучше, если у вас будет достоверная информация о том, что на данном конкретном автомобиле коробка прошла через процедуру замены сцеплений, возможно мехатроника и успела проехать на новых компонентах, всего ничего. Тогда на ближайшие 60-80-100 тысяч километров пробега в зависимости от режима эксплуатации машины ресурса новых деталей вам должно хватить. Отдельную ремарку стоит посвятить номерам двигателей на Ford Focus 3. Если вы смотрите подобный автомобиль, имейте ввиду на двигателе 1.6 и 2 литра номера расположены в совершенно разных местах. Если это мотор 1.6, то номер двигателя будет выбит с передней части. Чтобы его увидеть, никакое зеркало вам не понадобится. Вполне возможно, единственное, что будет нужно сделать, это немножко протереть площадку, которая располагается на передней части справа от впускного коллектора на стыке с коробкой передач. Никакого другого места маркировки на моторе 1.6 нет и быть не может. Поэтому, если вы смотрите подобный автомобиль, а площадка под номер двигателя в вашем случае вдруг оказывается гладкая, имейте ввиду, подобную машину вполне могли прогнать через процедуру замены двигателя по гарантии. Так или иначе, такие машины не часто, но попадаются. И в этом случае поставить подобный автомобиль на учет, если сотрудник гибдилера сверки окажется достаточно бдительным, вы сможете, только предъявив официальную бумагу от соответствующего дилера о замене двигателя на этом конкретном автомобиле. Если же вы смотрите автомобиль с мотором объемом 2 литра, то номер двигателя на 2-литровых фокусах будет расположен с задней стороны, и чтобы его увидеть без зеркал и дополнительных приспособлений, вам придется снять декоративную крышку, прикрывающую двигатель сверху. Что касается подвески третьего фокуса, спереди здесь у нас Макферсон, а сзади многорычажка. Эта подвеска по легковым меркам в меру жесткая, и машина демонстрирует очень интересные повадки управляемости. Можно даже сказать, что рулится третий фокус остро, так что азартным водителям подвеска этого автомобиля должна обязательно понравиться. Что касается ресурса данной ходовой части, то в принципе по легковым меркам это самая стандартная ходовка, где все основные проблемы начинаются после 100 тысяч километров пробега. Как мы уже сказали ранее, по рулевым рейкам на третьих фокусах особых проблем не возникает. Они выхаживают достаточно солидные пробеги, гидравлическую рейку дешевле поменять, чем электрическую, но по части ресурсов они более или менее тождественны. Так что с рулевым управлением здесь все в порядке. Одна из характерных неисправностей по ходовке для этих автомобилей проявляется в виде хруста при повороте руля. Как правило, это означает, что пришел конец опорным подшипникам передних стоек. Эти подшипники модернизировались несколько раз, в том числе в 2014 и в 2017 году. И машины даже проходили через отзывные кампании по их замене. Также стоит отметить, что по передней подвеске, как правило, после 100 тысяч километров первыми из сайлентблоков окончаются задние сайлентблоки передних рычагов. Причем, к чести производителя Ford, будет сказано, эти сайлентблоки можно поменять отдельно от рычага. Речь идет об оригинальных запчастях. Если вы смотрите автомобиль, пробег которого более 100 тысяч километров, то не лишний будет обратить внимание на то, чтобы на машине были целые пыльники приводов. Поскольку обычно как раз к этому рубежу они и просятся на замену. Если же пыльник уже порван и влага попала внутрь, сделав свое черное дело, вам придется менять уже, возможно, и сам внутренний шрус. Хотя меняется в данном случае он отдельно, опять же речь про оригинальную запчасть, но это лишние расходы, которых в принципе можно избежать. Что касается задней подвески третьего фокуса, здесь у нас многорычажка, соответственно сайлентблоков много. И после 100-120 тысяч километров эти сайлентблоки, скорее всего, попросятся на замену. Причем далеко не все из них можно поменять отдельно от рычага, по крайней мере в оригинале. Также обращает внимание интересное решение касаемо стоек стабилизатора поперечной устойчивости сзади. В привычном понимании линков здесь нет. Также при осмотре поддержанного третьего фокуса обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находится непосредственно пластиковая штатная защита моторного отсека и радиатор охлаждения. Дело в том, что Clearance All Ford Focus достаточно низкий под передней точкой, при том, что сам свес весьма и весьма не короткий. Поэтому при малейшем контакте с бордюром, если человек, например, любит парковаться до хруста, и вы видите, что защита здесь имеет повреждения, вполне возможно, что те же повреждения получил и сам радиатор охлаждения, который, если и не побежал сразу, то со временем начнет ржаветь в месте контакта, а затем обрадует вас не вовремя появившейся течью, что, соответственно, приведет к необходимости его замены. Итак, какой вывод можно подвести под все вышесказанное про третий фокус? Можно ли рассматривать подобный автомобиль к покупке для себя, либо нет? Ответ неоднозначный. С одной стороны, у этого автомобиля в активе достаточно крепкий кузов, и если вы смотрите машину с любым вариантом бензинового двигателя и механической трансмиссии, то, по большому счету, противопоказаний к покупке такой машины нет. Если, конечно, ваш не смущает маленький объем багажника на седании и хэтчбеке, и если вас, опять же, не смущает клиренс этого автомобиля. Если же вы часто ездите по трассе, то в данном случае не будет преувеличением сказать, что вам подойдет любая из вариантов трансмиссии, которые попадаются на фокусах. Правда, лучше все-таки, чтобы машина, которую вы смотрите, была с известной историей. Особенно в том, что касается давности замены сцеплений в роботизированной коробке. В том же, что касается ресурса силовой установки, стойкости кузова к коррозии и ресурса ходовой части, по большему счету, к третьему фокусу претензий практически нет. Нужен ли вам подобный автомобиль, решайте сами. А мы постарались дать вам больше информации, чтобы это решение получилось взвешенным. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в дальнейшем. Также, если у вас был или есть Ford Focus 3, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, а может быть даже и в чем нас поправить, пишите в комментариях. Ведь людям, которые смотрят себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Вот и все на сегодня. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока.